всем привет кто давно подписан на мой канал думаю помнит видео с реставрацией моего старого сверлильного станка для удобного размещения под него была изготовлена станочная тумба с выдвижными ящиками за время использования она успела себя показать с очень хорошей стороны именно поэтому после приобретения токарного станка я не раздумывая решил и под него сделать такую классную и функциональную станочную тумбу кстати на момент написания текста для этого видео данная тумба уже как год находится в эксплуатации показала на себя просто отлично единственное чего мне не хватает это колес для перемещения как в тумбе сверлильного станка благо необходимость перемещения токарника возникает не часто а потому на этот недостаток можно закрыть глаза поскольку данная тумба изделие уникальное изготавливается под конкретный станок первым делом снимаю все необходимые размеры также определяясь с ее высотой чтобы станок находился на комфортной под ваш рост рабочей высоте когда задача поставлена отправляюсь скетча для построения 3d модели и проработки всех деталей такой подход позволяет минимизировать возможные ошибки при изготовлении а также исключить случайную порчу материала когда модель тщательно проработана можно приступать к работе за основу возьму профильную трубу 40 на 40 с толщиной стенки 2 миллиметра нарезать трубу на заготовки буду с помощью ленточной пилы в последнее время все чаще начинаю встречать комментарии наподобие вот была бы у меня такая пила я бы тоже сделал или вот да чтобы такое сделать сначала нужно накупить кучу оборудования на несколько тысяч долларов никто не запрещает для выполнения таких работ использовать более доступный инструмент например болгарку или на крайняк ножовку по металлу как говорится тут главное желание отговорки всегда найдутся заготовки напилены выставляю каркас с помощью угольника из трубцин делаю прихватки а после замеряю диагонали в случае каких-либо отклонений производим правку конструкции и только после этого провариваем есть в сварочном деле одно золотое правило которое звучит так в любой непонятной ситуации замеряй диагонали кстати совсем забыл сказать все размеры тумбы я размещу в конце видео зачищаю сварочные швы а после выставляю ножки элемент за элементом собираю каркас Продолжение следует... Собранный на прихватке каркас еще раз проверяю и только после этого обвариваю. Места, куда будут опираться опоры станка, решил дополнительно усилить с помощью уголков. Продолжение следует... Между основными опорами привариваю дополнительные поддерживающие профиля для шариковых направляющих. Отверстие в 20-й профильной трубе глушу заглушкой из металла. Использование готовых пластиковых заглушек в данной ситуации будет просто неуместно. Данная профильная труба будет выполнять роль козырька, который будет закрывать ящики и ручки от попадания разлетающейся из-под токарного станка стружки. В общем, далее вы и так все увидите. Облагораживаю сварочные швы болгаркой с лепестковым кругом. Вырезаю 4 квадрата из металла. В центре сверлю отверстие под болт М18. Кстати, кому интересно, видео с изготовлением этих тисков есть у меня на канале. Перейти к нему можно по подсказке в углу экрана. Для центрирования шайбы головку болта немного проточил. В принципе, делать это не обязательно, но мне захотелось поступить именно так. Гайку привариваю к ранее изготовленной пластине. Такие 4 опоры у меня получились. Закладные с гайками привариваю к ножкам каркаса. ПОСМЕЦ Для фасадной части ящиков решил использовать листовой металл толщиной 2,5 мм. Цельного листа не нашлось, а значит снова придется делать из обрезков. Разметку наношу с помощью разметочного штангенциркуля, купленного на Али. Кому нужно, ссылку на такой оставлю в описании. Спустя немалое количество времени все фасады нарезаны. Для снятия острых заусенцев очень удобно использовать вот такой инструмент под названием шабер или риммер. Снятие острых кромок производится за один проход, что очень экономит время. Ссылку на этот и другие мои полезные инструменты оставлю все там же в описании. Для изготовления ящиков было куплено два листа металла толщиной 1,2 мм. Наношу разметку согласно схеме оптимального расположения заготовок и приступаю к раскрою. Чтобы не дышать абразивом, который летает в воздухе, работать буду в респираторе. Спустя несколько часов все заготовки нарезаны. Это не реклама, но если использовать качественные отрезные круги, то хватает их надолго. На весь раскрой ушло менее одного диска. Интересно, сколько бы ушло кругов, если бы я использовал лугообразив. Вот что творится на полу после раскроя. Наношу разметку под линии гиба, а также углы, которые необходимо удалить. Аналогичную операцию проделываю со всеми 12 ящиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы согнуть боковины, необходим листогиб, которого у меня нет. А потому линии гиба до половины подрезаю болгаркой, чтобы сделать прослабление. А после произвожу гибку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провариваю углы. А также короткими швами усиливаю места гиба. Чтобы расположение швов было одинаковым, сделал простенький шаблон с метками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сварочные швы слегка причесываю лепестковым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим этапом понадобятся направляющие. Для дальнейшей работы их необходимо разобрать. Делается это путем оттягивания пластикового фиксатора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наношу разметку и сверлю отверстия для крепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Временную фиксацию произвожу на винты и гайки М4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наношу разметку на каркас под ответной части направляющих. Сделать это нужно максимально точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверлю отверстия и нарезаю в них резьбу М4. С помощью таких классных метчиков с добавлением кобальта делается это очень легко и быстро. Метчики настолько острые, что сопротивление при нарезании резьбы вообще не ощущается. Специально оставил звук, чтобы вы могли это услышать. Качество метчиков мне очень понравилось и я купил целый набор. Кому нужны такие, ссылку на проверенного продавца, где брал не один раз, оставлю в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикручиваю направляющие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Устанавливаю ящики на места. Выставляю фасадные панели и задаю равномерные зазоры. Поочередно выдвигаю ящики и прихватываю панели. Магнитные уголки в этом деле очень помогают. Магнитные уголки в этом деле очень помогают. Налет на сварочных швах удобно удалять мягкой металлической щеткой на болгарку. Ручки сделаю из алюминиевого швеллера 15 на 20. Нарезать профиль буду на своем самодельном циркулярном столе. Диск на пиле установлен самый обычный по дереву и с алюминием он отлично справляется. Для точного сверления отверстий изготовил простенький кондуктор. Магнитные уголки в этом деле очень помогает. Временную фиксацию ручек также произвожу на винты М4. Столешница будет сделана из обрезков листового металла толщиной 2,5 мм. М4. Размечаю и сверлю крепежные отверстия. Честно говоря, за время изготовления тумбы я сто раз пожалел, что зажал денег на нормальный цельный лист металла и собирал фасад и столешницу из объедков гильотинного станка. Фиксировать листы к каркасу будут через проделанные отверстия методом сварочных заклепок. Такой способ крепления позволяет избежать деформации листового металла. Для получения наилучшего результата варить нужно от центра к краям. М4. Тут в гости зашел друг и решил побыть моим оператором. Напишите в комментариях, как вам такие кадры снятые с рук, стоит ли так снимать в дальнейшем. Сварочные точки шлифую. Лишний металл срезаю по месту. Снимаю размеры с открытых проемов, чтобы зашить их жестью, в моем случае толщиной 0,5 мм. Фиксирую лист струбцинами, размечаю и сверлю отверстия под заклепки. Аналогичную операцию произвожу из боков. Очень часто слышу, как данный крепежный элемент называют клепка, хотя по факту это заклепка. А клепка это процесс соединения элементов конструкции заклепками, в результате которого образуется неразъемное заклепочное соединение. Стыки между пластинами решил зашпаклевать. Шпаклевку буду использовать автомобильную универсальную. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете правильно, шпаклевка или шпатлевка. Университет. 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 Университет в комментариях. Когда все поверхности выровнены, произвожу обезжиривание. Красить буду валиком. Забегая наперед, хочу сказать, данная краска мне очень понравилась. При нанесении валиком образуется прикольная шагрень. Жаль, после высыхания она становится почти незаметна. Внутреннюю сторону панели решил окрасить в черный. Когда фасад высох, оклеиваю его бумагой для окраски во второй цвет. Погода немного наладилась, а потому ящики решил покрасить пульвером. Когда краска высохла, снимаю транспортировочную подставку и вкручиваю ранее изготовленные ножки. Ну а теперь расклейка. Самый приятный этап. Окончательную установку направляющих произвожу на заклепки. Продолжение следует... Выступающие части заклепок расклепываю молотком, чтобы не мешали. Продолжение следует... Продолжение следует... Для защиты и красоты ручки, как и в случае с тумбой под сверлильный станок, были заанодированы. Тут хорошо видна разница между обычным и анодированным профилем. Обычный алюминий легко царапается, а по анодированной поверхности острие ножа просто скользит. Ручки закрепляю с помощью заклепок. Приклепываю панели на свои места. Продолжение следует... Исключительно в декоративных целях по периметру подкрашиваю рамки. В завершении всего сверлю отверстия и приклепываю свой фирменный шильдик, изготовленный на самодельном станке с ЧПУ. Тумба готова, ее вес в пустом состоянии получился около 120 кг. Выставляю тумбу по уровню с помощью электронного угломера. Делать это удобно вот таким образом. Осталось дело за малым переселить станок на новое место жительства. Чтобы станок стоял устойчиво и не шатался при работе, в тумбе сверлю крепежные отверстия под болты. Расположение усиливающих элементов изначально было точно рассчитано под опоры и отверстия станка. Прикручиваю станок через специально предусмотренные отверстия в станине. Масса станка всего-навсего 137 кг, что для токарных станков достаточно немного. А потому дополнительный балласт в виде тумбы и ее содержимого должен пойти только на пользу. Особенно это будет ощущаться при обработке деталей имеющих эксцентриситет или неправильную форму. В дополнение ко всему для подсветки рабочей зоны на станок устанавливаю светильник на гибкой ножке. Такой же я ранее установил на сверлильный станок и остался невероятно доволен. Он имеет магнитное основание и на металлических поверхностях держится очень прочно. Кому нужно ссылку где брал оставлю в описании. Ящики в тумбе очень удобно используют для хранения различной токарной оснастки. Токарных пластин, резцов, центров, накаток, сверт, дополнительных деталей и приспособлений к станку. Если не забуду, то ссылки на некоторую токарную оснастку оставлю в описании, вдруг кому пригодится. Ну а в одном из следующих видео я займусь модернизацией данного станка и установкой на него устройства цифровой индикации, сокращенно говоря УЦИ. На этом данное видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось и было полезным, вы сами знаете, что нужно делать. Также подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы быть в курсе всех новостей на канале. А пока, всем удачи, мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok